Демо PS 2016 Стандартные команды, так как я не люблю стандартно мыслить, давайте выберем Рома против, например, Ювентуса, хотя нет, это стандартно, блин, так, сборными сыграть, нет, не буду сборными играть, пускай будет так вот-вот, давайте выберем Ювентус, так как я был в нем в карьере за игрока, и выберем Рому. Да, не знаю, чем изменилось, но просто я стал играть за Ювентус, давайте посмотрим, что есть в настроечках, господи, да, они ничего не изменили, они почти ничего не изменили, дизайн такой же остался, я сказал бы, убогий, у меня почему-то иконка наверх немного уходит, Ювентуса, господи. Кто у них дизайнер? Как будто сами иконами делали их разработчики дизайн. Мне кажется, любой бы из вас сделал бы лучший дизайн. Так, обычный игрок, но так как я не профессионал, ставлю обычный игрок, стадион, Ювентус стадион, что-то есть насчет травы, ой, люблю высокую траву, состояние поля мокрое не надо, мало ли у них там какие-нибудь баги, зима, лето, вечер, случайный день. В общем, если хотите потом еще увидеть следующую серию по демо PES 2016, ставьте лайк сейчас и подписывайтесь на канал. Ну что ж, давайте разыграем. В принципе, игра сама по себе мне знакома, я был фанатом PES, когда был 2006 год, в 2007 я был фанатом PES 2008, 2009. В общем, я был фанатом PES вплоть до PES 2011. Именно после нее началось лютый скат вниз PES. И, кстати, вон написана фраза в стадионе Ювентуса. Эта фраза, если я правильно помню, что-то серьезное означает, ребят, если кто-то хочет узнать значение этой фразы, загуглите их. Просто сейчас я не подготовлен. Это первый мой смотр, первый мой взгляд. Так что... Атмосферы всегда PES брал и до сих пор берет. Атмосфера, конечно, офигенная. Офигенно создана у Конами, этого не отнять. Тот же вспомним, Саленхилл даже от этой компании был успешно создан. Но там Кодзима постарался, а здесь не знаю даже, кому сказать спасибо или кого порицать. Ну что ж, состав Ювентуса. Да, здесь еще старый состав. Нет новых игроков. Первый еще в Ювентусе. Так что вот так. И Тэвис еще в Ювентусе. И Видаль еще в Ювентусе. В общем, все основные игроки еще в Ювентусе. Ну и, конечно же, не можешь не радовать. Это сейчас прорисовка лиц игроков. Вот состав Ромы. Ну, здесь тоже ничего опасного. И все на своих местах. Да, вообще, я даже не вижу изменений никаких. А они составы не удосужились даже обновить. Ну ладно, это в принципе это демо. Пока придираться к этому не будем. Когда это будет в основной части, тогда мы посмотрим. Думаю, в основной-то они обновят. Ну что ж, ребят. Сразу начнем. Да, звук не убавляется в игре. Вот она и проблема. Вот так вот. Сразу же мы увидели, что звук не убавляется. Кстати, что-то подозрительно как-то играется. Честно, быстрее стала игра. И я чем-то... Мне она напоминает FIFA. Вот сейчас. Так. Погба. Ой, опасно. Опасно. Удар! Это мимо. Перла бил. Ну и ничего. Вот, кстати, первый хорошо приложился. И до сих пор в повторах какие-то они штопорные, ребят. Очень штопорные. Игроки как будто их подвязали на веревочках и двигают. Вот эта штопорность меня и напугала, когда я увидел PES 2012, 2013. Ну, 2013 еще более-менее все было сделано. Там она выигрывала за счет своих... Ну, за счет других плюсов. За счет других сторон игры. 13-ая мне более-менее понравилась. Потом я увидел 14-ую и 15-ую. 15-ая вообще ужасно была. Скорость там снижена настолько сильно, что просто капец. Игроки там бегали как инвалиды. Да они даже не бегали, они ходили по полю. Все, да, повторы, конечно, интересные. Очень интересные. Так, сразу беру управление, посмотрю, что тут есть насчет управления. Параметр скорости. Как сменить управление? Данные 32, данные. Стоп, стоп, стоп. Так. Автоподкат. Финты на автомате. А как сменить управление? Господи. Игра, пожалуйста, скажи мне, как сменить управление. Вот, управление. Только движение показано и все. Ладно. Я обычно игру под себя подстраивал. Кстати, сейчас даже у расстояния до ворот есть. Ух ты, я не видел. Кстати, можно выбрать у исполнителя спокойно. Ну, так и было, в принципе. Но сейчас расстояние до ворот правильно показано. Раньше, помню, у меня баг был, когда я играл на ПК. До ворот осталось, наверное, метров 30. И мне показывало 100. Типа, я бью от ворот до ворот. Блин, неудобно играть. Удар находится там, где навес. Типа. Типа. Забивает. Да, игра стала быстрее. Игра даже очень стала быстрее, чем я думал. И посмотрите на повторы. Ну, повторы, видите, когда ты используешь сам. Подождите. Что-то. Мне показалось. Хорошо, что показалось. Думал, что игроки сквозь друг друга проходят. Блин, до сих пор привыкнуть. Я могу, что удар это навес. А навес это удар. Давайте Пагбой заедем. Лонгшот. Ух, чудесно, кстати, было. Мог бы и забивать. Показывают снова повтор. Как тут великолепно отобрал Пагба и пошел вперед. В принципе, они картинку подкрутили, да. Тут есть к чему радоваться. Футболисты стали немного лучше. И лица стали более свежее, более проработаннее. Ну, и механика вроде бы футболисты более-менее двигаться начинает. А так, так не знаю даже. У нас же еще вторую тайму, может быть, там какие-то лузы будут. Но пока я не увидел сильных там багов, лагов, еще чего-нибудь. Начинаем второй тайм. Начинаем его и попробуем сделать что-то красивое. Попробуем финты использовать, конечно же. Только кем тут использовать? Тут звездочных игроков нет. Напоминаю, что если вы хотите продолжения и хотите посмотреть на второй матч. Второй матч будет, скорее всего, это Бразилия-Франция. Так что давайте, ребята, оставлять комментарии. И также оставляйте мнения насчет этой игры. Вау, Буфон. Пока нет сильных лузов, я говорю. Вот единственное, что Буфон как-то нереалистично отдал мяч. Очень даже нереалистично. Хорошая передача! Тевис! Тевис может бить! И вратарь! Что меня всегда радовало, то что в ПЭС мяч летит не по скрипту. Сразу же говорю, что я играю на PlayStation 4, потому что на ПК я не увидел эту демку. Да и на ПК, блин, неудобно. А здесь уже более-менее хорошо, здесь никаких лагов, багов не будет. Здесь будем ценить объективно. Ой-ой-ой. Насчет лиц, можно сказать. Лишь только одно, что лица, мне кажется, еще доработают. До тех, которые показывали нам на выставке Games.com, показывали на других выставках. Мне кажется, еще доработают, еще все сделают. Лица в любой момент можно переработать и тем же патчем выпустить. Как это делал в свое время тоже ПЭС. Помню, в 14-е они дорабатывали. Ну, единственный минус от ПЭС это, конечно же, лицензия, ребят. Куда без лицензии? И все-таки 2016 год уже на дворе. ПЭС 2016 выходит. И это надо тут лицензии по-любому. Хотя бы раз бы разорилась бы ПЭС и купила бы лицензии всех клубов. Ведь Лигу Чемпионов они же купили. Почему бы не купить лицензии всех клубов? Ну, так-то они купили лицензию UEFA, конечно же. Единственное, вот я замечаю, из года в год игроки в ПЭС какие-то большие. Какие-то массивные и маленькие росты. О, какой гол сейчас заклепал нам Тоти. Да, молодец Тоти, молодец. Замечательный удар. Франческо, Тоти. Интересно, какой у него тут рейтинг. Кстати, давайте попробуем сделать замену. Посмотрим, насколько проработано это все дело тут. Пофиг, что на 83-й минуте. Пофиг. У первого тут 86 лет, но Погба 88. В принципе, они такой рейтинг и имеют. Тевис и Марата. Марату тут 83. Вот это уже интересно. И почему Видаль... А, над позицией же, как я помню. Так, кого тут можно выпустить? Просто посмотреть, как они выходят на поле. Так, а чё? Пеппи. Правые нападающие. Матри, Лоренте. Касерас. Стария, Барцагли. Давайте выпустим Асамула. Так, вот там место Перла. Асамула, Асамула вот сюда сместим. Вот так вот. Все, все, все. Все хорошо. Все будет хорошо, ребят. Посмотрим сейчас, как выходит. Ну, ничем не изменился выход футболиста. Так же хлопают друг другу по руке. Никаких новых анимаций нет. Ну, финты только у неймера, наверное, тут. Тут как-то же не по звездам распределяется. Как-то по-другому. О, господи. Я еще, наверное, сейчас проиграю, да? Вот так вот. На последних минутах Рома вытягивает победу. Да и, блин, я не знаю. Мне непривычный механик АПС. И вот он селфи от... От Тоти. Вот оно празднование при помощи селфи. Вот видим все iPhone 6. Небольшая рекламка от Тоти. Да? Вот так вот. И куда он, кстати, отдал-то свой телефон? Мне интересно. Ну вот. По крайней мере, мы узнали, что все-таки есть та фишка в ПЭС селфи. Узнали, что она есть. Ну что ж. ПЭС скаканул. Скаканул, конечно, не сильно. Игра более похожа, как на какое-то небольшое дополнение. Но скачок все равно заметен. Да. И сейчас три раза будет повтор проходить, пока я не нажму кнопку паузы. Ну и что ж, ладно. Проиграли, конечно, Роме. Но я, по крайней мере, посмотрел ПЭС. Если вы хотите больше роликов по ПЭС 2016 демо, поставьте лайк этому выпуску и оставьте комментарий с фразой больше выпусков. Ну или еще что-нибудь напишите. Да, ударов почти одинаково, но сегодня повезло больше, конечно же, Тотти, чем нашей команде. Ну и вот тут показываю, что вы сейчас можете предзаказать ПЭС 2016 доступно. Также получите в Майклаб эксклюзивный контент. Неймар. Неймара, наверное, скорее всего, получите. Из команды ifa.com. О, ребят, тут сразу игрока видно не так, как FIFA. Не так, как эти ЖД дают на несколько матчей, например. А сразу дают в полноценного игрока. И также вот 10 тысяч CGP на 15 недель. В принципе, хороший скачок. Они предлагают намного лучшее условие, чем Digital или Deluxe Edition от FIFA 16. Ну, я не знаю, в принципе, ребят, решать вам, предзаказывать эту игру или нет. Я уже все для себя решил. Пока еще все для себя решил. Хотя я не уверен насчет ПЭСа, блин. Думаю, скорее всего, предзакажу. Может быть, закажу, буду снимать в Майклаб. Это ведь интересно. И вам, и мне будет. И надеюсь, вам будет интересно. Потому что надо разнообразить контент. Не только снимать FIFA, не только снимать другие игры. Но еще и перейти в ПЭС и в НХЛ. Не знаю, сколько у меня времени уйдет на все это. Но я хочу во все игры поиграть и показать их вам. Ну и ладно, ребят. В общем, с вами был Вадим Джокер, канал ProfitVision. Оставляйте свое мнение о ПЭС 2016 в комментариях. Я пока не буду ставить никакую оценку ПЭСу. Потому что это всего лишь демо-версия. По демо нельзя судить. Единственное, можно сделать выбор для себя. Покупать, либо не покупать. В общем, всем до скорых встреч. Пока-пока-пока. Не забывайте подписываться на канал. И в группу ВК. Ссылочка в описании.